Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Я только-только пришла из FixPrice с огромным пакетом разных новинок и интересных товаров, которые мы сейчас с вами вместе будем рассматривать. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Давайте, наверное, именно с новинок и начнем. В FixPrice появилось очень много крутых товаров к 14 февраля. Я приобрела для себя в этот раз только малую часть, но думаю, что и в следующий свой поход в магазин FixPrice я что-нибудь обязательно куплю и покажу вам. В этот раз я купила для себя вот такие красивые наклейки. Я планирую этими наклейками обклеить свой ноутбук. Я уже покупала в FixPrice подобные наклейки с кошками, и сейчас появились вот такие сердечками розовыми фламинго. По-моему, они очень красивые, стоят они всего 55 рублей. И также в FixPrice есть разные дизайны, но я выбрала для себя именно эти. Еще из тематики 14 февраля я купила для себя вот такую красивую ручку в виде зайчика пушистого. Стоила она 55 рублей, также была в разных цветах. Очень сильно мне понравилось. Прямо мне действительно эту ручку приятно держать в руках, и будет ей приятно записывать какие-то разные свои интересные мысли. Очень милый зайчик, была нежно-розовая, также мятного цвета, фиолетового. Но я выбрала себе эту. И последний товар из тематики 14 февраля, который я себе купила, это была шкатулочка. Шкатулочки также представлены с разными дизайнами. Я выбрала для себя с фламинго. Шкатулка стоила 99 рублей, и я планирую в ней хранить какие-нибудь свои украшения. Выполнена она качественно, и я давно себе хотела купить какую-нибудь шкатулочку. По-моему, очень красиво выглядит. И дальше я покажу вам еще кое-что из новинок, но об этих новинках мы с вами разговаривали в прошлом видео. Если вы смотрели мое прошлое видео о покупках в Fixed Price, я показывала вам классный светильник и говорила вам, что в этой серии вышло много всего интересного, и что я собираюсь для себя еще что-нибудь приобрести. В этот раз я купила себе вот такой красивый зеркальный поднос. По-моему, он выглядит просто невероятно. Такие же есть из этой же серии в Fixed Price подсвечники, рамки для фотографий. Все выглядит супер стильно и супер красиво. Я насмотрелась в Instagram, как круто это смотрится в интерьере. И я собираюсь на такой зеркальный поднос, например, уставить свои какие-нибудь парфюмы, чтобы это очень красиво смотрелось. Вообще, в Instagram я видела, как покупают в Fixed Price разные товары и как-то их дома самостоятельно дорабатывают, как красиво это потом смотрится. Этот зеркальный поднос стоил 199 рублей, но он однозначно, по-моему, стоит своих денег. Выглядит очень дорого и очень красиво. Кто-то уставляет сюда какие-то свои цветы, шкатулки, парфюмы, косметику и так далее, и смотрится это действительно невероятно красиво. И дальше у меня еще одна интересная новинка. Я приобрела для себя в Fixed Price шарф. Шарф стоил 199 рублей. Он также был в разных цветах. Я выбрала себе нежный розовый. Во-первых, этот шарф, он достаточно широкий. Здесь у нас есть кисточки. Очень красиво выглядит, теплый. И я вообще, в принципе, не ношу шапки. Я ношу либо капюшон, либо на голову надеваю какие-то платки или шарфы. Этот шарф я также планирую носить на голову. Я его померила. Он достаточно длинный, удобный. Его также можно носить на какое-то пальто, и он будет выглядеть очень мило и очень красиво. Либо же, так как он такой широкий и такой длинный, его можно использовать просто как такой мини-плед, накинуть на плечи для того, чтобы согреться. Очень классный, очень нежный. Мне понравился также в сером цвете и в мятном цвете. Но потом я решила остановиться на таком нежно-розовом. Но сейчас я думаю, что, возможно, я вернусь в фикс-прайс и приобрету себе его и в другом цвете. Уж очень, по-моему, классный товар, который появился в фикс-прайс. Я вообще не думала, что вот такой шарфик можно там купить. Дальше покажу вам немножко из косметических товаров. Как я вам уже говорила, что на моем канале вышла первая часть видео о косметике из фикс-прайс, которое я поняла, что очень вам понравилось. И я готовлю для вас вторую часть, поэтому я сейчас тестирую много косметических товаров. Из фитокосметик, из вот этих баночек, я для себя приобрела в этот раз скраб для тела, антицеллюлитный, лимонно-солевой моделирующий. Он у нас на горчичном масле и с лимонным соком и медом. Мне очень нравятся эти баночки и очень нравятся скрабы. Я в последнее время накупила много таких скрабов и прям активно пользуюсь ими. Они мне очень нравятся. Они действительно качественные, несмотря на то, что стоят всего 55 рублей. Хорошо скрабируют, кожа после них очень мягкая. И плюс ко всему эти товары продаются не только в фикс-прайс, но и в других магазинах. Но в других магазинах они стоят дороже. Итак, скраб. Ну, я бы не сказала, что он пахнет лимоном. Я ожидала какой-то такой сверхцитрусовый аромат, но скорее он медовый и такой очень тонкий и не навязчивый. И скрабирующие частички здесь очень крупные. Это именно частички соли, причем не мелкой, а достаточно грубой. Они содержатся в такой кремовой консистенции. Я думаю, что они будут супер полировать кожу, но если вы не любите грубые скрабы, то, скорее всего, вам такой скраб не подойдет. Хотя сахарные и солевые скрабы, они немножко потаивают на коже, когда соприкасаются с водой, и тем самым они становятся менее грубыми. Но они здесь реально очень-очень крупные. Пахнет приятно. Буду пробовать. Из кремов для рук я купила себе вот такой крем «Нежное прикосновение». Стоил он 55 рублей. Здесь большой объем, 100 миллилитров. Кстати, именно это и написано сверху. Написано, что этот крем с маслами. И здесь также сказано, что этот крем от бренда «Бархатные ручки». В магазине я этого не видела. Я думала, что это что-то типа аналогов бархатных ручек из Fixed Price. Но, видимо, это действительно бархатные ручки. Крем от «Бархатных ручек» я очень люблю. Я им пользуюсь. Здесь в этом креме довольно-таки легкая текстура на первый взгляд. Он практически ничем не пахнет. Я думала, что крем с маслами будет иметь более ярко выраженный аромат. Легкий. Я думаю, что он будет быстро впитываться. Нет, сейчас вот аромат стал более насыщенным. Крем от «Бархатных ручек» я использую зимой. Использую их много. Вообще, крем для рук зимой – это самый актуальный и самый используемый для меня продукт. Еще один крем для рук, который я купила – это вот такой крем. Написано, что это зимний крем, универсальный. Он подходит для лица, рук и тела. Но я его планирую использовать именно как крем для рук. Он эффективно защищает от солнца, низких температур и сильного ветра. Объем 125 мл за 55 рублей. Давайте также откроем, посмотрим, что это за крем, какая у него текстура и какой аромат. Вот. Здесь действительно большая туба. Очень интересно. И текстура более плотная, чем у крема от «Бархатных ручек». Это сразу видно, но он такой, знаете, взбитый, я бы сказала, наверное, как мусс. И аромат у него тоже практически отсутствует. Да, это такая стандартная отдушка косметических продуктов, кремов, но с каким-то легким нежным цветочным ароматом. Крем более плотный. И мне кажется, что это один из тех кремов, которые просто покрывают кожу силиконовой пленкой, но при этом никак не увлажняют и не питают. По крайней мере, по первому впечатлению это так. Буду тестировать дальше и расскажу свое мнение или в пустых баночках, или в отдельном видео, если он мне понравится. В последнее время стала покупать гели для душа в «Фикс Прайс». В прошлом видео я показывала вам, что я купила гель для душа от бренда «Палмалиф». В этот раз я купила гель для душа от бренда «Фа». Все те же гели для душа, что продаются и в других магазинах, но в «Фикс Прайс» они стоят дешевле. Купила вот такой гель для душа от «Фа», летние моменты, аромат огуречной воды, цветов «Фрезии». Это ухаживающий гель для душа. Не единожды вам говорила, что гель для душа от «Фа» я люблю, и у этого геля для душа достаточно освежающий и тонкий аромат. Он мне очень нравится, буду им с удовольствием пользоваться. Вообще заметила, что в других магазинах как-то существенно поднялась цена на гели для душа. Если недавно их можно было купить на распродаже, например, за 69 рублей, то сейчас со скидками они стоят 99 рублей в «Фикс Прайс». За эту цену их можно купить без скидок, а без скидок в других магазинах они стоят, например, 150-180 или даже выше. Купила себе два мыла для рук в «Фикс Прайс». Одно из них кусковое. Я иногда использую кусковое мыло для рук, иногда использую жидкое. Кусковое мыло для рук я купила детское, стоило оно 25 рублей. Это детское фигурное мыло. Написано, что его можно использовать с нуля лет. Давайте раскроем, посмотрим, как оно выглядит. И это мыло в виде такого милого львенка. Я подумала, что, возможно, детское мыло окажется более качественным. И пахнет оно очень приятно бананом. Но этот аромат банана, он достаточно навязчивый. Я так говорю, потому что недавно у меня была огромная банка, туба, крема для тела с банановым ароматом. И сейчас я этот банановый аромат как-то остерегаюсь и не переношу. Буду это мыло пробовать. Также расскажу свое мнение. И купила также еще и жидкое мыло. Это жидкое мыло. Называется «Магия цветов». Оно с ароматом сирени. Объем у мыла 500 мл. Очень хороший объем. Продукт с дозатором. И это мыло действительно очень хорошо и ярко пахнет сиренью. Мне аромат сирени нравится. И насколько я поняла в магазине, что это мыло не слишком жидкое. Я не в первый раз покупаю мыло в фикс прайс. Один раз я покупала мыло в большом объеме, но оно было очень-очень жидким. И такое чувство было у меня, что мыло просто на 50% разбавлено водой. В следующий раз я покупала мыло в фикс прайс от бренда «Абсолют» в небольшом объеме, которое мне понравилось. И теперь я буду пробовать это мыло. Рассказывайте в комментариях, покупаете ли вы мыло в фикс прайс. Если да, то какое вам нравится. И последнее, что я купила, это два товара из канцелярия. Купила маркеры для своей магнитной доски. Я покупала такой же набор маркеров, но один из маркеров я потеряла. Один из маркеров я забыла закрыть, он у меня засох. И поэтому я решила, что пока они продаются в фикс прайс, то я обязана их приобрести 55 рублей за три маркера. Магнитной доской, которую я также купила в фикс прайс, я активно пользуюсь. Я пишу на ней свои планы, она мне очень нравится. И я знаю, что магнитные доски, они до сих пор продаются в фикс прайс. Последнее, что я вам покажу, это ежедневник планер, который очень-очень мне понравился. Я прям на 100% довольна вот этой своей покупкой. Стоил он 99 рублей, были совершенно разные дизайны. Я выбрала для себя такой нежный девчачий. У нас здесь очень интересный ежедневник. Вначале это просто листы в линейку и такие же листы в линейку, но другого цвета в конце. А в середине у нас есть планер. Он как бы отделен. И здесь планер по месяцам. Вы можете записывать какие-то свои планы, свои дела и так далее. По-моему, очень круто. Вообще, планеры, они довольно-таки дорогие. Я хотела купить планер и нашла их от 500 рублей. В принципе, большой планер мне не нужен. Поэтому вот этого из фикс прайс мне вполне достаточно. Опять же, повторюсь, очень довольна своей покупкой. Такой милый дизайн. Ежедневники, блокноты я всегда покупаю в фикс прайс. У меня их уже очень много. По-моему, целая коллекция. Расскажите, какие вы с покупки чаще всего совершаете в фикс прайс. Какая категория товаров вам нравится особенно. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличное настроение. И всем пока-пока.